Более 600 тысяч жителей Хабаровского края получают социальную поддержку краевого и федерального уровней на детей. Количество получателей выплат за последние четыре года увеличилось почти вдвое. При этом проблема демографии в России в целом остается актуальной. Об укреплении семьи и семейных ценностях говорили на конференции в Законодательной Думе края. Репортаж Анастасии Привецкой. По итогам переписи населения, проведенной в 2022 году, в России насчитывается 24,5 миллиона семей. За последние годы в Хабаровском крае почти в два раза увеличилось количество получателей социальных выплат на детей. Такой рост специалисты связывают с послепандемийным периодом. Именно в это время на федеральном уровне были приняты дополнительные программы поддержки семей с детьми. Например, единое пособие. Сегодня единое пособие назначено более чем 10 миллионам детей. С 1 января 2023 года это пособие стало предоставляться и жителям новых регионов. Несмотря на господдержку семей, в России сохраняется демографическая проблема. Сократилось число заключаемых браков, разводов увеличилось. Больше стало неполных семей и с одним ребенком. В прошлом году по итогам опроса выросло и количество женщин, которые совсем не хотят детей. Что бы вы хотели в будущем? Опрос проводился от 16 до 22 лет. Хорошая работа, любовь, семья, высокий доход, квартира. И практически не было 0,3%, которые сказали «хочу иметь детей». Укрепление семьи и семейных ценностей стало главной темой конференции в Краевой законодательной думе. Обсуждение актуальной проблемы в таком формате дает возможность услышать различные мнения от представителей научного сообщества, публичной власти и общественности. По словам парламентариев, решить демографическую проблему помогут даже небольшие меры. К примеру, проведение бесед с подростками о женском здоровье. Сейчас такие специалисты в школы не приходят. Мы, конечно, поинтересуемся, во-первых, где, на каком этапе школьного семейного воспитания должна быть вот эта точка разумной, квалифицированной помощи со стороны сведущих специалистов здравоохранения. Мнение о рекомендации по итогам конференции сформируют в единый документ. Реализовать предложение возможно будет через краевую законодательную базу либо через обращение с инициативами на федеральный уровень. Анастасия Привецкая, Константин Пестерев, телеканал Губерния.